Доброе утро, уважаемые родители. Скажите, пожалуйста, я бы хотела спросить, к нам, как администрация, идите на вопросы, пожелания есть? Ну, как бы, да, вопросов много накопилось. Если я смогу, давайте жалобы, пожалуйста. А можно тогда сделать площадку? Ну, кстати... Расскажите нам по этому поводу. Что именно? По поводу площадки. Вначале лета деньги собирались. По 500 гривен. На площадку? Да. Да. Девочки, скажите, кто помнит? Собирались. С начальных классов, да. Именно на... Видео есть у меня. Скажите, именно на... На площадку, конкретно на площадку. Кто вам об этом говорил? На собрании общих. Когда собирались, дождь сильный был. Не, не помню вообще. Да, общей школьной, начальных классов. Не, 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 собирались. Все учителя, директор был. Собирала девочка, когда уходила, по 500 гривен на площадку. Было написано коллективное заявление к Буряку. Буряк вам сюда дал устный ответ. Я знаю. Устный ответ был. И после этого собирались? И после этого просто, ну, площадки нету. Мой ребенок сидит на бетоне. 7 лет. Лавочки ни одной нету. Нету ни одной лавочки в школе. Смотрите, я и пришла сказать, что у нас 19 марта состоится ярмарка. Ярмарка детских поделок, выпечки с 1 по 11 класс. И за собранные деньги на ярмарке мы хотим сделать грибочки. Поставить этот самый. С помощью вашего родителя Новикова было положено начало. Вот мы разрисовали, сделали классики. То, что все у вас... Асфальт вы видели? Классики. Какие классики? Вы видели в школьном дворе асфальт? Ну, вы знаете, асфальт не надо просто поменять, наверное, абсолютно. При желании это просто поменять, когда бешеные фонды школы собираются. Я знаю много чего. Ну, мне просто хочется узнать, куда идут деньги с фонды школы. Ну, за фонд школы я не отвечаю. Вы можете подойти. У нас есть председатели родительских комитетов. Я их не сдаю. Я их сдавать ни копейки вообще не буду. Ну, чтобы вы в родительский комитет. Я просто хочу сказать, что, ну, вообще, не на копеек, даже фонд класса я не буду. Я волнуюсь просто. Подойти к председателю родительского комитета школы и узнать, куда идут деньги. Хорошо, я знаю. Есть отчеты на первом этаже, тоже, куда катятся деньги, все эти самые. Они все есть... Просто, знаете, вот интересно, смотрите, вот класс, надо сделать ремонт. Противопожарка, чтобы было, да, чтобы дети не пострадали. Эти жалюзи, которые только повесили, это неправильно, ну, нормальные вообще вещи, токсичные. Ну, я вам хочу сказать, это проблема каждого класса. Не, ну, понятно. Ну, и шторы, и парты, и все, мы это все понимаем. Но, чтобы такое было предписание пожарной службы... Ну, не с нас собирать деньги, если такое предписание есть, есть город, который выделяет деньги, на школьные нужды выделяет деньги, на все. Почему сказал тогда Буряк, устный ответ дал, чтобы школа делала за свои деньги? Ну, он сказал это устно. Ну, устно. Он же письменно. Он и не скажет это письменно. Да, да, я услышала, я просто понимаю, что тут все многие привыкли, у нас менталитет такой, пришел, там дал, там дал, там дал, там дал, вот и все. А мы привыкли платить, в такой стране мы будем девочки жить постоянно, с вас будут тянуть, вас будут делать, а закон есть, они себе по карманам ложат, ложат по карманам, а потом вы плачете, а мне нету, вы последний кусок хлеба покупаете ребенку, в школу 35 гривен, я образно говорю, я не вам конкретно говорю, я говорю всем, покупайте, а потом, ой, в школе жалуетесь, и между собой говорите, что нет, так скажите, не сдавайте, есть деньги, я знаю, что есть деньги, выделяются деньги. Фасады вот такие делать. У меня ребенок сидит на асфальте, в продленку я его забираю, он сидит на асфальте, мне это не нравится, понимаете, он сидит на люке возле мусора. Кому понравится, у кого девочки есть, лечить потом, подождите, он ни одной лавочки за 20 лет, при СССР, посмотрите на школьный двор, у вас элитная школа, отсюда прям рвутся все попасть. А то вы не знаете, или я такого что-то не говорю, я здесь училась в этой школе, я много чего знаю. Ага, элитная, тут собирают на ремонт, у меня муж ремонтами занимает, он говорит, тут все именно до такой степени завуалировано, что тут нет ни копейки нормально вложено денег, которые собираются. Не, просто я говорю, я понимаю, но кто отвечает, сделайте школьный двор нормальный, вот и все. Ну, денег я не дам, сразу говорю, ни копейки. Просто при чем здесь папа, который делает грибочки? Ага, папа делает грибочки. Подождите, нанимайте, ну вы как еще сказали. Папа, папа, помог нам расписать детскую площадку. Ну не смешите людей, смешно слушать, расписать детскую площадку, да вы лучше бы пару лавочек поставили. Скажите, мы поставили, ну, уважаемые родители. Я пришла сказать спасибо, я не знаю, есть ли. Я понимаю, спасибо, но вы красиво все можете говорить. Сюда надо прокуратуру привезти, чтобы она в бумагах порылась, деньги даются на лавочке, на все найдется деньги. Альбина. Честно. Все, я не могу. Но я понимаю, что вы не имеете, и вас и посылают сюда, потому что вы не имеете, чтобы вы не дали конкретный ответ. Кто имеет, скажите фамилию. Так я же вам сказала, подойдите, пожалуйста. Третий кабинет, общий школьный родительский комитет, они вам предоставят, есть вывески, я же вам только что всем озвучила. Я так сказала, где находится, и отчеты, куда вам подняться. Хорошо. Пожалуйста. Это вообще закон отчеты, ну, вот эти все. Ну, закон вообще фунт школы, отчеты, ну. У вас, если комитет отчитывается, и мы отчитываемся. Ну, я понимаю, благотворительный взнос, хорошо. Подождите, тогда хорошо, если благотворительный взнос, девочки, комитет, ни одного вопроса по поводу денег ко мне. Хорошо? Я вообще выйду все, ну, ни одного вопроса. Я писала, а то вы пишете, а потом напоминаете, кто кому что должен. Я никому ничего не должна. Я не знаю, я не вижу папу Новика, а может здесь и маму. Поэтому я пришла сказать, что спасибо вашему классу, именно Эйзо Моргилю, который положил начало вот этого разнесу. Да, есть люки, но мы их никуда не денем, и мы их не знаем. А вы лавочки, причем тут люки, лавочки поставьте, чтобы на люках мы сидели. Есть люки, мы их никуда не денем. Да сколько лет в школе уже? Я вас услышала, пожалуйста, потом продолжу. Да мне надо ребенка кормить детей. Сейчас пойдешь. Я хочу по-быстрому все решить и пойти, чтобы не было вопросов. Я услышала, по-быстрому мне уже сказали. За предписание пожарной службы вы тоже знаете, вы будете дальше принимать вопросы.